Всем привет, дорогие друзья! В эфире Рейн Йоу Студио, с вами снова я, и я не с пустыми руками. Спустя достаточно долгий период времени я возвращаюсь с новым цепловым видео. Это будет не совсем новое цепловое видео, прям капло прям по с нуля и вдаль, а скорее концептуально это будет продолжение пошаговой боевой системы, но поданной под другим соусом. Если вы не видели предыдущие видео, то вообще ничего страшного, вы ничего не потеряете. Если же вы видео другие видели и что-то оттуда почерпнули, то это будет вам полезно, потому что в этом цепле видео будут использоваться в том числе все наработки. Как вы могли от меня неоднократно послышать небольшой дисклеймер, как это принято сейчас делать, да? Итак, я очень часто отсылаюсь к своим предыдущим видео и тому, что я говорил когда-то раньше. Я прекрасно понимаю, что очень много людей смотрят меня без подписки и, возможно, приходят ко мне один раз и уходят дальше по своим делам. И я не призываю пересматривать все, что я там когда-то говорил, не призываю обязательно подписываться, вообще ничего этого не нужно. Просто если я отсылаюсь к чего-то там, что было когда-то тогда, просто игноримый титул, вот и все. Так вот, как я неоднократно говорил, эталоном пошаговой боевой системы я лично считаю Divinity. Divinity Original Sin, если быть точнее, и поэтому в своей работе я пришел к выводу, что мне нужно просто банально сделать клон Divinity на уровне базовых механик. Чтобы вы понимали, мы не будем воссоздавать игру с нуля прям в копеечку, чтобы каждый камышек лежал на том месте, где он лежал в оригинале. Нас интересуют только имплейные особенности. Поэтому мы возьмем стартовую локацию, которая во второй части, стартовая локация второй части, это трюм корабля, который построен таким образом, что там непосвященный игрок познает те тонкости, именно того, как пользуется игрой. Отключение предметов, работа с инвентариумом, диалоговая система, работа с поверхностью, взаимодействия с объектами, дверьми и другими персонажами. И в конце всего этого, непосредственно, боевая система. Собственно, мы до нее тоже дойдем. Вот, собственно, и все. Естественно, в процессе выкладывания этих видео, как и обычно, по традиции, я, естественно, пропаду куда-нибудь. Надеюсь, ненадолго. Ну и для тех, кто досмотрел уже досюда, немножечко того, что все происходило в последнее время. После того, как Юнити штормила с их политиками очень сильно, я пересел на Unreal. И последнее время, вот с того самого момента, я сидел на Unreal, изучал его, начал делать свой первый проект на нем. Причем тот же тот самый, это все та же самая изометрическая RPG с пошаговыми боями. И столкнулся с очень большой проблемой отсутствия качественного сообщества, которое бы могло давать какие-то советы, обучающие материалы, еще хоть что бы то ни было. Как пользоваться движком без визуального программирования, то есть используя чистый C++. Для меня это важно, я не люблю визуальное программирование, я считаю это вообще, ну, короче, таким быть. Поэтому я писал только на чистых плюсах. И, ну, приходилось методом проб и ошибок палкой в небо тыкать, понимать, что вообще происходит. Собственно, у меня в итоге получилось, но мне не понравилось. Мне понравилось не потому, что движок плохой, а просто потому, что, ну, физически, так сказать, я не проникся в него. А движок хороший, и я оттуда упер несколько очень интересных архитектурных решений, которые мне показались. Там они являются, типа, само собой разумеющимися, а в Unity я такого ни разу не видел. Я их оттуда концептуально спил, переврал и реализовал по-своему на Unity. А, еще последнее время я занимался своеобразным, достаточно геймдевилом, таким прям очень своеобразным. И буквально через недельку я выкачу об этом видео, расскажу, что сделал и как этим пользоваться, если кому-то будет важно. Нужно, кто самый упоротый задрот или супервнимательный, тот уже в этом видео нашел по отсылке на то, о чем идет речь. Ну, вот, собственно, еще что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, надеюсь, совсем недолго до него осталось. Субтитры сделал DimaTorzok